Австрия приняла с 2015 года около 100 тысяч беженцев, что превышает 1% ее населения. В связи с этим, во вторник, она выразила намерение просить руководства Евросоюза больше не направлять в нее таких людей. Брюссель уже приостанавливал участие Вены в программе размещения беженцев по ЕС. Если посмотреть по справедливости, Австрия внесла больше вклад в преодоление миграционного кризиса, чем в среднем по Евросоюзу, заявил в Вене канцлер Кристиан Керн. Поэтому мы считаем, что можем рассчитывать на еще одно исключение из программы или отсрочку. Большая часть из миллиона мигрантов, которые добрались в прошлом году до Германии, пересекли территорию Австрии. Она поддерживала идею финансового наказания тех стран ЕС, которые отказываются принимать беженцев по системе квот, а теперь сама ее подрывает. Брюссель резко на это отреагировал. Австрия выиграла от временного освобождения от обязанности принимать свою долю мигрантов, но сейчас это освобождение закончилось, сказала представитель Еврокомиссии Наташа Берто. Это значит, что Австрия теперь должна выполнять свои юридические обязательства в соответствии с решениями Совета ЕС о распределении мигрантов. Ни одна страна не может в одностороннем порядке отметать такие решения. Если кто-то предпочитает действовать вне закона, мы об этом сожалеем. И это не останется без последствий. Из 160 тысяч нелегальных мигрантов, скопившихся с 2015 года в прибрежных Греции и Италии, удалось вывезти в другие страны ЕС меньше 15 тысяч. Еще один удар по системе их распределения нанесла во вторник Венгрия. Отныне тех, кто попросил в этой стране убежище, будут содержать в двух лагерях у границы с Сербией, пока рассматриваются их заявления. Еврокомиссар по вопросам миграции Дмитрий Саврамопулос, посещая Будапешт, выразил недовольство тем, что Венгрия отказывает беженцам в гостеприимстве, строит против них заборы и жестко пресекает их попытки пересечь границы.